Здравствуйте! В эфире передача «По-тихому». Мы выходим сразу после праздниц знаменитых. И вот я еще держу георгиевскую ленточку. Сегодняшнюю передачу посвящу именно нашему всероссийскому празднованию 9 мая. По мнению ветеранов, участников Великой Отечественной войны, и наше мнение такое же, такого праздника в новейшей истории Карелии, да и, наверное, России, еще не было. Просто удивительно. Вот единение людей, патриотическая направленность, единство с президентом Российской Федерации, с главой Республики Карелия. Такого праздника еще не было. Вот удивительно и, наверное, самым сердцем праздника это было прохождение бессмертного полка. Люди плакали. Во-первых, люди плакали те, которые несли, дети, внуки, эти портреты своих предков. И те, кто сидели на трибунах. И вот то огромное количество людей, потому что по данным Министерства внутренних дел, вот в этот момент, в момент парада 9 мая, на площади присутствовало более 22 тысяч человек. В Петрозаводске? Только в Петрозаводске. А по Карелии есть цифры? Есть данные по Карелии. По Карелии присутствовало 124 тысячи человек, приняли участие вот в этих празднованиях. В гостях у меня сегодня будет доктор исторических наук, профессор, директор Института истории. У нас теперь такое есть при Госуниверситете. Веригин Сергей Геннадьевич. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Сначала вот к вам вопрос все-таки не как к историку, а как к россиянину. Вопрос эмоционального порядка. Вот согласитесь вы с Черненко по поводу некого потрясения. Вот какой вызвал вот этот праздник? Ну, я соглашусь в том, что вот день действительно Победы, Великой Победы, день 70-летия Великой Победы, это праздник всего народа. Это праздник, который объединяет людей разных поколений. Он всегда был праздником всего народа. Да, но я думаю, что вот в нынешней такой сложной ситуации, международной и внутренней непростая обстановка, нужно было продемонстрировать единство народа. Единство праздник, который нас объединяет и который дает нам возможность с оптимизмом смотреть в будущее. Вот я думаю, что в нашей истории, наверное, это главные события, один из главных событий, это Великая Отечественная Победа, Великой Отечественной во Второй мировой войне. Наш народ вышел победителем, Советский Союз стал великой державой. Мы повлияли на складывание вот Ялтинско-Потсдамской системы и определили на десятилетия спокойную жизнь в Европе и в мире. Это все было заслугой нашего народа и нашей армии. Сергей Геннадьевич, вот вы говорите, это праздник всего народа. Вы знаете, мое впечатление, что последнее празднование продемонстрировало, что не весь народ хочет праздновать этот день. Причем даже граждане тех республик, которые были в составе Советского Союза, одержавшего победу, даже они изменяют свое отношение к этому празднику. Нет, это праздник не всего народа. А даже другое, сейчас слово вам дам, вы посмотрите, как поредели места президентов, то есть из Европы, так кто приехал? Да, был значимый Си Цзиньпин, который сидел рядом с Путиным, и они вдвоем демонстрировали что-то очень мощное миру. Это было. Но какая когорта людей отсутствовала? А вы говорите, праздник всего народа. Я говорю праздник всего народа, России прежде всего. Что касается Европы, и Западной, и Центральной Европы, и Восточной Европы, здесь я с вами соглашусь. Но с другой стороны, что праздновать в Европе? Половина Европы сотрудничала с нацизмом, половина перешла на коллаборационизм. Отличные тексты. Да, половина Европы, а если не больше, вместе с фашистской Германией напала на Советский Союз. Давайте как к цифрам. Вы же историк. Оглушите цифрами нашего телезрителя. Вот мы говорим о армии Гитлера. А она по численности-то какая? Ну, армия Гитлера, как бы, она была по численности примерно равна численности Красной Армии. Но нужно иметь в виду, что кроме армии Гитлера против нас выступила Финляндия, Венгрия, Словакия, Италия. Я под армией Гитлера имею в виду все силы. Все силы Европы, тех стран, которые объединились. Я думал услышать от вас цифру в районе 400 миллионов. Нет, но 400 миллионов это вы имеете в виду вместе с населением. Вместе с населением. А я имею в виду воюющая армия. Ну да, конечно. Что касается населения, конечно, конечно, вся Европа работала на Гитлера. И мне сейчас, как бы, странно видеть отсутствие... С другой стороны, не странно видеть отсутствие вот лидеров западных стран. Потому что, на мой взгляд, значит... Неловко. Неловко им. Неловко. Что они будут праздновать? Как они сотрудничали с Гитлером, значит, или как их, как бы, руководители были союзниками Гитлера и так далее. Движение сопротивления было слабым. Вот мы говорим, поднимаем на знамя Нормандия и Неман, Нормандия и Неман. Они надеялись, что освободят Англии и США. Они до сих пор чтят... Совершенно верно. Англии и США открыли второй фронт. Для них главное было это направление. И северо-Норвегию освобождала Красная Армия. И вот норвежцы посчитали, что 65 норвежцев участвовало в движении сопротивления. В составе разъединенных групп вместе с советскими разведчиками. А каждому написана чуть ли не книга. 65 человек. Вот они их чтят. Но тысячи норвежцев были коллаборационистами. Тысячи норвежцев были дивизией СС-Норд. СС-овские дивизии, которые воевали у нас здесь, на севере Карелии. Они не хотят это помнить. Не помните. Я недавно был в Норвегии, рассуждал. Они все говорят вот об этих единицах. Совершенно верно. А не о тех тысячах. Совершенно верно. Это любая европейская страна будет вам говорить о движении сопротивления, показывать, ну, примеры десяток, сотен. Но, с другой стороны, тысячи, десятки тысяч сотрудничали с Гитлером. Поэтому мне, например, было... Сергей Геннадьевич, ну подождите. Но это не первый праздник Победы. А в свое время, не так давно, они сидели на Красной площади и праздновали. Что же сейчас... Вот почему сейчас совесть ли вы-то стали? Ну, я думаю, что это связано с общей международной обстановкой. С последними событиями. С событиями, с попытками изолировать Россию и лишить нас основу. Понимаете, я глубоко убежден, почему я говорю величие праздника. Что вот победа в Великой Отечественной войне, это та основа, которая сплачивает россиян, нашу страну. Мы стали великой державой. Нам есть чем гордиться. И мы можем смотреть в будущее. А вот те страны, которые и правительство, которые выступают против нас, как раз они хотят размыть этот праздник. Заставят нас забыть или принизить победу. Обелить себя и так далее. Я в этом вижу как бы проецирование и на будущее России. А дальше претензии к нам, как к оккупантам, значит, снос памятников советских солдат, которые освобождали в Восточную Европу. Около больше миллиона погибло наших солдат. А теперь Польша, Литва, Украина та же, Чехия, нам предъявляют претензии. Да, они получили территории, они расширили свои территории. Об этом они молчат. Благодаря заслугам советской армии советского солдата. Николай Павлович, вы смотрели, вы же были здесь на параде, но, наверное, в повторе смотрели парад на Красной площади. Конечно. Смотрели, да? Ваше впечатление? Он все-таки был редкий, уникальный парад. Я вчера встретил Григория Яковлевича Таносичука, который вернулся с парада. Его впечатление послушал. У него слов не было. Он говорит, Николай Павлович, настолько это было здорово, впечатляюще, настолько было, и тоже его поразил полумиллионный поход бессмертного полка. И когда я смотрел этот парад, то меня поразила, вы понимаете, наконец-то уверенность России, уверенность России в себе, как в великой державе, уверенность в президенте Российской Федерации, мощная техника, но все спокойно, достойно, без каких-либо нападок на другие государства или что-нибудь, в том числе даже, значит, ни НАТО, ни Украина, ни США не упоминались. Там была наша советская техника. Я думаю, что деятельность головы президента Российской Федерации по укреплению, мы помним, в каком состоянии мы принимали армию в 90-х годах. Мы прекрасно помним, когда, значит, мы на пограничные отряды возили хлеб. Хлеб возили, сахар, чай, потому что у них было с продуктами питания трудно. И сегодня мы видим мощь российской армии. Это наша гордость. Дальше мы посмотрели мощь бронетанковых войск, посмотрели мощь авиации. Ну, я должен сказать, что не думаю, что после вот такого парада НАТО задумывается о том, чтобы, значит, еще приближаться к нашим границам. Я думаю, что это достойный отпор агрессорам. То есть, Николай Павлович, вы думаете, что этот парад был адресован не только гражданам России? Я думаю, что да. Он был адресован не только гражданам России. Он был адресован странам и народам Европы, мира, Соединенным Штатам Америки. Если они хотели, значит, что-то увидеть, то они наверняка увидели в этом параде. То есть, сегодняшний парад, это еще и политика? Безусловно. Это, знаете, это дальновидная политика. Вы понимаете, когда президент Российской Федерации сидит на трибунях вместе с председателем Китайской Народной Республики, и когда вокруг 26 лидеров различных государств мира. Понимаете, это глубокая, это далекая политика. Сергей Геннадьевич, происходят в нашем сознании, в нашей национальной идее какие-то тектонические сдвиги. Нам дорого достается вот это переформатирование, понимание новой России. Мы сегодня страдаем от ряда санкций, нас просто вот окружают экономически за то, что мы пытаемся какую-то самость, свою национальную идею найти. И вот этот парад, это в принципе новое действие. Я ничего подобного не видел. Я видел, знаете, когда в форме генерала, главнокомандующего, ну, генерала обороны, министра обороны, был человек в штатском. Когда говорили о толерантности, такое слово было модное. Когда, наоборот, презрительно усмехались и говорили, вы брятся эти оружием на этих парадах. Зачем это? Их надо просто отменить. А сейчас мы просто свои, даже где-то секретные разработки, не постеснявшись, выставили на Красную площадь. Вот дайте оценку этим новым, совершенно для россиян незнакомым признакам, которые им, к тому же, еще и нравятся. Вот, да. Я с вами согласен. Вы знаете, я хочу начать немножко с другого. Я два месяца назад был на конференции в Крыму. На базе Крымского федерального университета проходила конференция, посвященная 70-летию со дня окончания Ялтинской конференции. И в это время крымчане праздновали годовщину Крымской весны, то есть воссоединение Крыма с Россией. Вы знаете, я видел такой энтузиазм, такой порыв, это вот с кем я не говорил там, что мы опять в России, мы россияне, мы мечтали об этом. И вы знаете, у меня чувство гордости было. Я приехал в Петрозаводск, рассказывал об этих встречах, и вот это как раз отвечает на ваш вопрос. То есть мы почувствовали, что мы великая держава, мы сильная держава. Да, есть санкции, есть сложности, но мы вернули Крым, мы вернули Крым. То есть города русской славы, мы восстановили справедливость в истории. Я думаю, санкции эти пройдут. Пройдут, пройдут. Сергей Иванович, ну-ка давайте-ка формулу выставим. Вот смотрите, сегодняшняя Российская Федерация правоприемница Советского Союза. Совершенно верно. Верно? Верно. Советский Союз, правоприемник монархической России, империи. Так? Совершенно верно. То есть вот ведь идет какая линия, и мы не можем от наших корней уйти от той монархической России. Когда, позвольте еще секунду, когда произошла революция, ведь и Пилсудский на Украине, и Маннергеям Финляндии со своими егерями предлагали там Колчаку, Юденичу, давайте. У нас есть силы отобрать у Ленина власть. И монархическая Россия сказала им нет, потому что есть формула Россия единая и неделимая. И они расстались со своей монархической Россией, но формулу не предали. Ну, я хочу с вами согласиться в чем, что была монархическая имперская Россия, был Советский Союз, где основа была Россия, сейчас современная Россия. Но действительно есть вот такой стержень, что Россия была всегда крупным государством, великой державой. Всегда россияне гордились своей историей. И потом Россия утеряла уважение к себе. Вот это было последние 20 лет. Было, и это было очень больно для нас, для многих. Но сейчас вот это чувство возрождается, и как раз вот события Великой Отечественной, победы в войне, они являются той базой, которые сплачивают нас. Вот разная национальность, разный возраст и так далее. Действительно, вот эта акция, которая была проведена, бессмертный полк, произвели колоссальное впечатление. Колоссальное впечатление, когда, значит, дети, внуки тех, кто воевал, кто погиб, несли портреты, вспоминали об этом. То есть это говорит о том, что у нас не прерывается связь поколений. Вот давайте вспомним. Вы помните, как фронтовики одели ордена? Вот сейчас ведь происходит нечто подобное, когда достали портреты своих предков, которые были, где-то лежали. Как-то они, ну вот, были спрятаны, неявлены народу. А вот, как в свое время ордена нацепили, так и выставили своих предков. Как национальная идея сейчас оглушительно вот гремит по России в связи с этим праздником? Это потрясающе, Сергей Геннадьевич. Да, я согласен, это очень важно. Кстати говоря, я вспоминаю историю, если брать Крым, начало 90-х годов в Севастополе, когда Крым был еще украинским. Я бы просто в семье русских офицеров, которые служили в российском флоте, они не могли по Севастополу пройти в форме. Они шли в гражданской форме в штаб Черноморского флота России, там переодевали форму, ходили в штаб и обратно возвращались опять в гражданки. Насколько у них было чувство такой ущемленности, обиды и так далее. И, конечно, когда вот сейчас мы видим такое возрождение чувства достоинства, то это очень важно. А то, что касается санкций, понимаете, Россия огромная страна, с огромными ресурсами. И, к сожалению, это было в истории и прошлых веков, и сейчас. Мало кто хотел бы видеть Россию сильной, единой, мощной. Тут вспоминаешь слова императора Александра Третьего, что у России есть только два союзника, русская армия и русский флот. Любимая путинская фраза, он ее повторяет. Мы родились в такой стране, мощной крепкой, сильной стране. Давайте вернемся к Карелии, поговорим о Петрозаводске. И нам, что еще важно, ветераны это отметили, что когда президент Российской Федерации побывал у нас здесь, познакомился с работой кадетского корпуса имени Александра Невского, и он сказал, что Худилайнину Александру Петровичу сказал, у вас будет кадетское училище на 800 человек. И действительно, мы перед парадом беседовали с Александром Петровичем Худилайном, сказал, Николай Павлович, осенью начнется строительство кадетского училища в городе Петрозаводске. И я думаю, что в 16-м году первые уже классы кадетское училище примет. Это очень здорово. Сергей Кеннадьевич, кадетское училище, 800 кадетов или студентов, как правильно назвать. Вы знаете, я в этом зернышке вижу возрождение города, ведь мы же город воинской славы. Вы приложили руку, я отмечу телезрителям, сидит человек, который один из первых приложил руку к названию нашего города воинской славы. Он, Килин, Пашков и сотрудники Гальденберг и Птитов покойный из музея. Так вот, мы же военный город, военные заводы у нас. И вот эти кадеты, которые здесь будут, вот глядишь, они возродят-то город и его славу. Александр, я абсолютно с вами согласен, ведь проблема была в чем? Ведь не сразу нас поддержали город воинской славы. Я могу сейчас откровенно сказать, что... Сколько лет вы добивались этого? Несколько лет. Несколько лет. Мы писали, но, понимаете, в Москве и в центре есть такое, было такое мнение. Город Петрозаводск. Боев не было в 41-м году, в самом городе. Советские войска оставили 30-го сентября, финны вошли 1-го октября. Лето, 44-го года, освобождение. Финны ушли 27-го июня, наши войска вошли. То есть, кроме того... А сейчас к Грозному дали. А к Грозному, извините, там на 100 километров рядом не подошли. Город был под оккупацией и так далее. Да и к Карельскому фронту тоже отношение, что фронт вроде тут 2,5 года был, не было крупных операций и так далее. Но это взгляд из центра. Мы-то знаем, что кровопролитнейшие бои шли за город и осенью 41-го года. И наши войска покинули по приказу город Петрозаводск, когда финны уже окружали город. И в июне 44-го года, в период Петрозаводско-Свердской операции, шли кровопролитные бои за город. Сейчас уже поисковики нашли останки наших солдат уже в пределах города, на окраинах города шли бои. То есть, это опровергает вот ту точку зрения, которая, к сожалению, господствовала. Да слушайте, сама постановка вопроса. Вот был бой на улицах, либо не был. Совершенно верно. Но, к сожалению, видите, не сразу все происходило. И вы правы в чем. Когда мы вторично уже стали писать об основании Петрозаводск-Город воинской славы, мы начали с 1703-го года. Как он был основан Петром? Завод, который отливал пушки, снаряды. Наши пушки и снаряды воевали в 18-м, в середине 19-го века. Да, Северную войну. Совершенно верно. Петр, каким оружием выигрывал? Совершенно верно, совершенно верно. Или это уже не Россия? Из Австро-Венгрии воевали и так далее. И наши ополченцы были в войсках Кутузова, который бился с Наполеоном. И в годы Первой мировой войны. То есть мы показали, вот абсолютно вашу правильную мысль, что Петрозаводск всегда был городом воинской славы. Всегда был военным городом. И с самого начала основания своего, и до сегодняшнего дня он вносит вклад именно в военную историю России. И вот то, что здесь по улицам начнут ходить мальчишки-кадеты. Ну, я считаю, это очень здорово. Ух, это будет возрождение города. И вы знаете, вот я горд чем, что пройдут века, нас не будет, а вот то, что Петрозаводск получил статус города воинской славы, это останется навсегда. И потом, не надо принижать Карельский фронт. Ах, какое сдерживание этот фронт оказал. Дивизия Норд стояла. Совершенно верно. Маннергейма войска стояли в напряжении, просто ждали. Нет, не ждали. Как раз все время тревожили боевыми действиями. Ведь Гитлер обращался к Маннергейму, чтобы он помог войсками, когда была тяжелая обстановка под Сталинградом, на Курской дуге. Маннергейм не снял ни одной части. Он не мог снять. Уже Карельский фронт в полной боевой готовности постоянно тревожил. Он воевал, он бился. Партизанское движение, разведиверсионные группы и так далее. Если бы не Карельский фронт, наверняка блокаду прорвали бы Ленинграда. В том числе, что Карельский фронт не дал второе кольцо соединить немцев с финнами. Карельский фронт обеспечил поставку товаров и грузов союзников через Мурманск и Архангельск, которые шли, которые были необходимы для Красной армии и так далее. То есть Карельский фронт сыграл огромную роль. А последний вопрос. Нет времени. Очень коротко ответьте. Для меня все-таки важен геополитический аспект этого парада. И Си Цзиньпин, сидящий с лицом самурая, с войсками, он привел ведь свои три группы войск. И приглашение Путина в сентябре месяца на парад в Китай. И корабли послал к Черноморскому флоту, они там принимают. А это, вы знаете, жесты все-таки уже союзнические. Абсолютно правильно. Александр, у нас просто общая история и у нас как бы общие такие корни. Мы внесли решающий уклад в борьбу с Германией и с ее союзниками в Европе. А ведь Китай бился с милитаристской Японией, не будем забывать. Китай войска... И давайте для телезрителей озвучьте цифру, сколько положил жизни Китай. Я только что тоже прибыл с конференции, там выступали китайские коллеги. Значит, Китай потерял в годы Второй мировой войны 35 миллионов. Вот оглушающие цифры. Почти 27 миллионов. Неслучайный президент России Путин сказал руководителю КНР, что две наши страны понесли самые большие потери. Спасибо. Спасибо, Сергей Геннадьевич. У нас работал профессор Веригин. А теперь рубрика «Карелия лучшая». На фонтанах ВДНХ в Москве стоят скульптурные группы 16 девушек, символизирующих 16 сестер общих родителей. Одна из дочерей – Карелофиночка, которая представляла Карелофинскую СССР, созданную товарищем Сталином в 1940 году. И буквально через 16 лет республику аннулируют, и аннулирует уже другой вождь советского государства – Никита Сергеевич Хрущев. Хрущев совершает этот жест в угоду Финляндии, который раздражал клон финской страны. Статус отдельно существующей Карелофинской республики со своим гербом-флагом предполагал, что республика вошла в состав СССР по трем важнейшим принципам – добровольного выбора, равноправного народа при свободном праве на вход и выход из Советского Союза. Когда будете на ВДНХ, обратите внимание на девушку, за которой стоит небольшая елочка. Это наша девушка – Карелофиночка.